Победа Победа Открывает митинг глава города Ходорьев Александр Николаевич, который поздравляет всех с этим замечательным праздником. Молодые люди дарят цветы фронтовика и от молодого поколения звучат слова. Мы, вечные должники перед вами, павшими и живыми. Клянемся! Следующим выступил командир Риутовского гарнизона с приветствием от военных 90-х, им военным 40-х. Выступила перед собравшимися и ветеран педагогического труда Львова Наталья Павловна. У нас великий праздник, День Победы. И я счастлива, что в нашем городе этот праздник стал днем единения поколений. Следующее слово предоставлено председателю городского совета ветеранов Маркову Николаю Максимовичу. Всегда будет святым день 9 мая. И всегда мы мысленно будем возвращаться к маю 1945 года. Все присутствующие на митинге почтили память всех тех, кто не вернулся с войны, кто умер от ран уже в мирное время, минуты молчания. Прости и все прегрешения, вольные и невольные, и сотвори вечную память. К мемориалу возлагаются венки от предприятий города. Жители и ветераны кладут цветы не только к памятнику, но и на плиты с фамилиями погибших риутовцев. Ведь у каждого здесь есть родственники – муж, отец, сын, брат. На братских могилах не ставят крестов, и вдова на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигает. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче – гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск, горящий Рейхстаг, горящие сердца солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? Видно зря перед Богом. В финале митинга по улице торжественным маршем проходят представители войсковых подразделений. Митинг закончился, но праздник продолжался. Ветераны направились во дворец культуры «Мир», где их ждали фронтовые 100 грамм, беседы с друзьями, концертные программы, а кто-то в фойе танцевал под любимые мелодии. Ветераны направились во дворец культуры «Мир» и 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 «Мир». А у здания администрации города с 10 часов утра работала ярмарка, которая организовала отдел защиты прав потребителей. Здесь же для самых маленьких проводились забавные соревнования, победители которых получали призы. Теоретически подготовлены плохо, физически подготовлены отлично. А на стадионе перед многочисленными зрителями выступил глава города. После того, как закончился митинг, сегодня вам посвящается и для вас организуются вот эти спортивные соревнования. Я всем желаю удачи, здоровья, счастья. Всего доброго. И вот начались спортивные мероприятия. Веселые старты, эстафеты среди инвалидов-колясочников, матч по футболу, волейболу, выступления учащихся в спортивной школе, выступления юных гимнастки. Настоящий праздник спорта. Огромный интерес у зрителей вызвали показательные выступления бойцов спецназа. Наверное, их выступление не нуждается в комментариях. Идем на переброски. Илюминатор на эфирском столбе. Идем на бой. Пойдем на тренировку. Спецы нас об этом тоже не забыли. Илюминатор на эфирском. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Весь день перед жителями выступала группа «Ритм», так хорошо известная всем жителям нашего города. Песни военных лет, так хорошо всем знакомые и любимые песни последних лет, которые исполняли солисты этой группы, создавали чудесное праздничное настроение. До позднего времени продолжалось праздничное гуляние. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и вечная память. Вставай, вставай, однополчанин! Вставай, вставай, однополчанин! Бери шинель, пошли домой Что я скажу твоим домашним Как стану я перед вдовой Неужто клясться днем вчерашним Неужто клясться днем вчерашним Неужто клясться днем вчерашним Бери шинель, пошли домой